Доброе утро, девочки мои! Выглядываем в окошко, как всегда. И что у нас сегодня на улице? Плюс 14 градусов уже. Но что-то солнце как-то не очень-то... Не очень-то видно. Немножко светит, но не очень сильно. Так, ладно, деревья там тень откидывают. Надо выходить на улицу. Не знаю прям, как одеваться. Что надевать, не знаю. Девочки мои, вышла я из дома. В общем, решила все-таки не рисковать здоровьем. Надела курточку, но поднес футболочку. Я зайду в магазин, если будет жарко, я просто расстегну куртку и думаю, что будет нормально. Так, ну что, написала я список, что мне надо купить. В фикс-прайсе. И вот хочу посмотреть, все ли там из списка моего есть. И что там вообще... И что там сейчас вообще есть, чего нет, что происходит. Какие цены, может что-то изменилось. Здесь, в общем, не терпится узнать. Погода сегодня теплая, хотя солнышко там где-то в облачках прячется. Ну, так, хорошо. Прям весна, весна. Я смотрю, дворники метут, возле дороги убирают. В общем, классно. Весна уже прямо чувствуется, хорошо чувствуется. Ой, хорошо на улице, классно. Ну, идем. Надеюсь, там открыто сегодня. Так, магазин открыт. Заходим. Резиночку. И пошли. Так. Ну, первым делом я хочу остановиться там, где я не останавливалась раньше. Так. Это где? Где? Цветочные. Цветочные вот эти вот дела. У меня ж теперь цветок. И мне теперь интересно посмотреть, почем тут горшки. Что-то тут не особо-то выбор для цветов. Ой, как-то малый. Малый выбор. Так. Ну, я тут чуть не прошла резинки. Я, Настюхи, часто очень покупаю резинки. Я говорю, приходи, две резинки приноси. А она приносит одну. Вот такие вот. Вот такие вот, наверное, вот я и возьму. Сколько здесь? Три пары. Ну, какое-то время хватит. На заколки опять я рассматриваю. Заколки. Они, конечно, тут разные всякие есть. Но на них защелок нет. А эти заколки так сильно не будут хорошо держать. И волосы. Так. В общем, смотрю я тут всякие есть. Почва, брикет. Но я не буду никаких удобрений, ничего тут брать. Потому что это я уже почва из мутан. У специалистов. Листов. Хотела посмотреть я здесь леечку. Леечку я пока не вижу. Вижу вот брызгалка вот такая. Вот 79 стоит. Ну, я брызгалку дома нашла. Брызгать на листике. И это мне не нужна. Я смотрю дождевики. Тут есть разных цветов. Сиреневы. Главное, что для взрослых 55 рублей стоит. А детский дождевик 149 стоит. Тоже разноцветные есть. Но у меня дождевик был. Я даже не помню, куда его делала. Может, выбросила. Может, нет. Не знаю. Нужен, не нужен. Не буду брать. Я смотрю вот тут вот наверху разные кашпо. О, лейка, что ли, вот эта вот цветная. Но тут это большая. Не нужна такая. Так. И вот какие-то тут есть горшки на самом верху. Вот этот большой. Мне кажется, он слишком большой. Хотя, кто его знает, ну, для моей комнаты он какой-то громоздким кажется. А вот этот маленький и коричневый будет. Ну, вот если вот смотреть такой 199 стоит. А там в магазине рублей 600. А может, и дороже будет. Даже. Не знаю. Я смотрю часы настенные 199 рублей стоит. Но ассортимента нет. Только вот одни такие есть. Постер. Картины такие. Что это такое? Поясные сумочки разные. Сумочки для ноутбука 299 рублей стоят. Есть разных цветов. Ноутбук сюда вполне войдет. Да. Я думаю, для ноутбука это такая сумка. Да, на картинке нарисована. недорого. Рюкзачки такие симпатичные. Тоже стоит 299 рублей. О, вот это приколюха. 199 рублей стоит. Розовая, голубая на липучке. В ванну прилепить, чтобы почистить стопы. Классная, прикольная. Тут есть жесткие такие, а есть помягче. Это, наверное, даже массаж. Массаж для ног. А есть такие, как щетки вон там дальше. Нашла я вроде лейки что-то. Я смотрю, там отверстие есть, дырочка есть. Ну, что-то какая-то она, не знаю, громоздкая. И ценника нет, сколько стоит, непонятно. Такая леечка. Не знаю, что-то мне она не нравится. Не такую я хочу. Что-то я смотрю, нижняя полка как-то опустела. И нету тут салфеток, которые в коробочке мои любимые. И нету здесь прокладок, ежедневок нету. И вообще никаких даже. В общем, как-то так что-то тут пустовато. Пустовато. Я смотрю, здесь кое-что по мелочи так появилось новое. Такой блокнотик симпатичный. 249 стоит. Блокнот куколка называется. желтым волосам еще есть блондинка. Это пупырки тоже мы видели. 199 с пупырками. Дальше я так особо принципиально нового не вижу ничего. Набор фломастера в пенале пластмасса. Вот в пенале это удобно. В пенале 249 стоит. Что-то я смотрю тут тоже как-то подразобрали. Что-то тут маловато. Какой-то ассортимент маленький. Частин. Вся полка занята частином. Дефицит или что это такое. Стерьки разобрали что-ли. Я смотрю новенькие появились такие красочные коробочки. Вот это побольше. Побольше 199 и поменьше 99 стоит. Так, что у нас тут новенького? Светильнички. светильник ночных 3 батарейки 249 стоит. Так, ну, моя каша любимая есть. Хорошо. Цена все та же 7 рублей 80 копеек. хорошо. Замечательно. Ох, растительное масло классическое 127. Я смотрю, то ли вещей навезли, то ли это они порядок еще до сих пор наводят. Ну, я смотрю, раскладываю. Правильно, а то было все как-то не разложено было. Шапки, шарфы поубирали. Порядочек наводят, девочки. Молодцы. Так, фонарики. Еще маленький кругленький фонарик. Маленький такой, кругленький вот у меня был на липучке. Но здесь я его что-то не встречаю. Что тут у нас? Кукуруза белгородская. Белгородские овощи сахарные. Вот, подкармливают нас. Так, ну, что у нас тут в посуде новенького? Такие стаканчики. Вот это что-то интересное, какое-то толстый прям, как будто, а, двойной, точно, двойной стакан. Ух ты, классный. А сколько он стоит? 199 термобокал. Так, что тут еще хорошенького у нас? Шальная императрица написано. 199 рублей стоит. Бокал флюте. Вот какой. с бантиком еще с бантиком. евро. Так, ну, тут кружечки есть большие, есть крупные. Мишка такой, кружка, кружка-мишка. Так, вот это кружка-мячик. бутылка для воды. О, прикол, да? Смотрите, с собой взять водичку на тренировку там куда-то. Вот такая вот бутылочка, 99 рублей стоит. Вот графин. Графин похоже стеклянный. но это он либо для масла. Так, а что у нас тут с тарелок? Такая прикольная. Пиала или салатник? Салатник это. Пиалки вот они поменьше идут. Мне кажется, так принципиально особо нового тут ничего такого не появилось. Банка 2 литра 199 стоит, а 3 литра вот с такой надписью стоит 249. Что-то дороговато для банки. Крышка закручивается. Так, ну посмотрим, что у нас по кухне тут делается. Вот такие формочки я беру. Когда я делаю полкило запеканки, вот как раз в этой формочке. испекла и выбросила. Все. Девочки, смотрите, что я тут увидела. Кувшин мерный 55 рублей стоит. Чем не поливальник для моего цветочка взять что ли? Недорого стоит. Ну и как кувшин мерный тоже пригодится. Возьму, наверное. Лопатка для блинов. Как вам такая прелесть? Стоит 55 рублей. Разных цветов есть. Здесь смайлик улыбается. Прикольненько. Смотрите, эластичная крышка, как нарисована на картинке. Можно на такое большое блюдо раз надеть, закрыл и все. И она вот такая гнется эластичная. Прикольная. Вот это твердый ободок, а это гнется. Это прикольно, только ценника нет. Вот смотрите, открывалка для бутылок. Такая прикольненькая. Она как декоративная, можно на стенку повесить. Картинки. Да, тут разные картинки. Пивко нарисовано. Интересное дело. Я смотрю, девчата выкладывают новый товар, вывозят, вывозят. Вчера они, видимо, порядок навели, а сегодня новый товар вывозят. Смотрите, какой кувшинчик. симпатичный для воды. 1,35 299 стоит. Единственное, что мне кажется, здесь тонкое стекло. Ручка какая-то тоже тоненькая. Вот такой. Ну, если аккуратно с ним, то, в общем-то, ничего. Ну, вот я добралась до главного стенда, с которого обычно всегда начинаю, а сейчас заканчиваю. И вот уже тут как-то потихонечку готовится к Паске. вот это вот формочки для пасочек. Вот такие формочки цыплятки. А это светящийся цыпленок. Вот такой. А это когда бросаешь детскую игрушку, он прыгает и светится. У Дэнки такая была. 55 рублей стоит. Что тут еще? Красители в таблетках. Это для яиц. Ну, как-то так подразобрали. Фигурки птенцы. Ой, какие миленькие, такие маленькие. Лапочки 99 рублей стоят. 6 штучек набор. Так, пасхальный набор 79. Такой набор 79. хамелеон розовый с мультифектами. Это вот яйца красят такими, видите, 79. Набор перламутровый близк 59. Вот этот, видимо, волшебная страна. Это что? Тоже пасхальный набор 79. А это что? Это краситель. Краситель. Так, что тут хорошего? Есть формочки пасхальные, яйца такие декоративные. Вот это тоже, наверное, для пасочки. Декорация пасхальная, наклейка пасхальная. Вот эти вот наклеечки. Клипсы декоративные. Так, вот это 79. Стоит две штучки яйца. Это тоже надо пасочку втыкать. Наклеечки. Декорация пасхальная. Набор для творчества пасхальный. И вот такие вот еще наклеечка. Формочки. Ой, вот это такая красота ляпота. Смотрите, милота. Разных цветов. Есть такие вот корзинки. И туда можно положить, не знаю, может быть, яйца, пасочку. В гости пойти. А может быть, это просто украшать. Ну, симпатично. Сумочка пасхальная 199 рублей стоит. Вот такие подставочки для яиц, для пасхи. Прикольненько, классно. Вот это тоже красота. Там дальше цветочки есть. Вот эти наклеечки, наверное, тоже на яйца наклеивать. Такие подставки для яиц. И вот такие яйца красивые, декоративные. 149. Вот подошла к холодильнику с мороженым. И мне вот интересно, мороженое подорожало или нет. Да нет. Вот оно как стоило, вот это эскимо, я люблю, 29,50. Ну, летом оно 25 стоило, но оно уже давно 29,50 стоит. При том, что оно без заменителя молочного жира. Я так понимаю, что большие брикеты стоят 59, это вот такие вот большие. А вот этот вот мой любимый. из кимона палочки тоже так же стоит. Возьму по баллу себе. В общем, девочки, пришла я домой, что я купила в барне для мамы, интересно, для мамы, 8 бисквитов. Ну, это я взяла для Насти. Так, дальше я взяла перчатки, взяла М-ку. Вот хорошо, когда здесь можно раз вот так вот ручку приложить, вот, и прям сразу видно, что у меня М-ка, Л-ка будет большая. А из-ка будет маленькая. Я помню, что у меня средний размер. Так, ну, это вот нужно в хозяйстве. Так, это я помню, что 55 стоит, а барне она стоит 80 с чем-то. Резинки Настя взяла 55 стоит. Ой, палочки, там не на все была цена, и еще у меня, я смотрю, чек, скидку у меня сделали по баллам, и сейчас вообще непонятно. И непонятно, что чего. Каша овсяная стоит 57-80, а тут она, видите, 6,57. В общем, кашек я взяла 15 штук, разных там три вида, с клюквой, с абрикосом и с изюмом, ну, с яблоком, везде с яблоком. Каша мне очень нравится, я уже давно ее ем, девочки, и ананаси, кстати, очень понравилось, так что вообще классные. Так, взяла хозяйственное мыло, давно собиралась мыло хозяйственное взять. Оно бывает иногда нужно для мытья рук посуды, стирки белья, удаления пятен. Вот для пятен нужно было недавно мыло. В общем, пускай в хозяйстве пригодится. Так, палочки и мыло. Это я убираю в сторонку. Водичку взяла. Сначала взяла водичку, думаю, чем поливать? Лейки нету. Думаю, если что, цветочек поливать будет с бутылки мне удобнее, чем со стакана. Потом увидела эту штуку, думаю, а возьму, может с нее будет удобно поливать. Ну, в любом случае, мирная кружка литры-миллилитры. Что тут еще? Сахар, мука. В общем, пригодится в хозяйстве. Она недорого стоит. Так, и что я еще взяла, самое главное, для цветка? Взяла, девочки, вот такое вот кашпо. Оно пластиковое. Стоит 59. Тарелка стоит 79. Мне вот просто там женщина, которая цветочками торгует, она говорит, можно водичку в тарелку наливать и, в общем-то, будет подтягивать эту водичку цветочек. А я пока временно поставила другую тарелку, но она не глубокая, такая вот мелкая. Так, и вот у меня, я смотрю, что горшок этот, но он просто пошире, по диаметру пошире, по высоте он такой же. Ну, взяла беленький, чтобы смотрелся хорошо. В общем, я пересаживать цветок не буду, но вот этот горшок, я поставлю в этот горшок и посмотрим, что из этого выйдет. Мне кажется, в белом горшке смотрится посимпатичнее, да? Этикетку надо снять или развернуть с другой стороной. Ну, симпатичнее белый горшочек, чем темный. Белый мне больше нравится. Ну, вот и все, девочки мои. Я вам показала все, что купила. В общем-то, ну, не все оказалось в наличии, то, чего бы мне хотелось. Вообще, немножечко так оскуднел ассортимент, я смотрю. Но, тем не менее, я видела, что там прям такие вот телеги вытаскивают, вытаскиваются склада. И я надеюсь, что запас пополнится и будет все, что нужно, и салфеточки, прокладочки, и все такое. Вот. Ну, в любом случае, горшок я пока купила для цветка, но пересаживать пока не буду. И этот горшок, это так на всякий случай. Если потом мне попадется там получше, может быть, посмотрим. Может быть, этот, может быть, другой будет горшок. Этот немножко по диаметру больше, но не сильно сказать, что он как бы не сильно больше. Я не знаю, насколько нужно больше, но это будет время, у меня еще я узнаю. Вот. И все. На этом я, девочки, хочу с вами попрощаться. Пишите комментарии. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok